На коллегии Министерства информационной политики и массовых коммуникаций подвели итоги работы за полгода. Ведомство было образовано только летом, но даже за столь короткий срок сделано немало. Введение Мининформполитики, 185 средств массовой информации и хлопотное интернет-хозяйство. Одна из основных задач, стоящих перед Мининформполитики – поддержание информационного баланса. Это значит, что все происходящее в республике должно освещаться всесторонне, со всех ракурсов и точек зрения. Это особенно важно сейчас, когда практически невозможно контролировать информационный поток и пресекать сознательные вбросы. К сожалению, случается и такое. Да, непросто. Когда мы сталкиваемся с проявлениями целенаправленной, хорошо и велико продуманной работы заказных, может быть, провокационной, в некоторой степени информационных сбросов, которые создают конфликты и развиваются по сценарию, рассчитанные на достижения организаторами этих конфликтов, намеченными ими бизнес-дивидендов, прагматических, а иногда и политических целей. Наличие системы сдержек противовесов многополятных информационных источников, в том числе в интернете, позволяет вовремя противопоставить накатываемой скандальной волне, другие позиции, взгляды, мнения, претенциалом минимизировать социальный ущерб от разного рода информационных провокаций. Министр сама в недавнем прошлом журналист искренне поблагодарила коллег за поддержку и помощь, столь важные на организационном этапе. Сейчас сделано все необходимое для нормальной работы, причем не только в медиапространстве, но и в плане развития коммуникаций. В Чувашской республике один компьютер приходится в среднем на шесть учащихся. К сведению, по состоянию на 2011 год, один компьютер приходился в среднем на восемь учащихся. Новое компьютерное оборудование позволило обеспечить образование школьников на качественно новом уровне. В целях предоставления качественных услуг широкополосным доступом в интернет, территорию Чувашской республики охватывает оптическое кольцо Ростелекома. Также имеются оптические линии связи у операторов сотовой связи, предоставленных на территории Чуваши. Одним из самых молодых игроков на информационном поле стала национальная телерадиокомпания Чуваши. Создание столь крупного государственного СМИ в регионе не прошло незамеченным. Коллектив одновременно весь год готовил программное наполнение, осваивал работу на сложнейшем компьютерном оборудовании, аналогов которому нет в республике, разрабатывал сетку вещания, но советую со всеми вашими зрителями. Мы действительно просто, наверное, не имели права на ошибку. Начался информационный программ республика на двух языках, актуальных интервью в середине октября 2011 года. Уже к концу прошлого 2012 года мы вышли на производство почти 20 новых программ разной периодичности, изучающих, разумеется, на двух языках – на чувашском и на русском. Это, в общем-то, при сравнительно небольшом статике. В планах компании создание новой радиостанции «Таван-радио» для городских слушателей. Так что работы достаточно, как и у всех остальных СМИ. Впрочем, работать журналисты умеют, что лишний раз проиллюстрировал объемный список наград, которые вручали сегодня сразу два ведомства – Мининформполитики и Министерство культуры. Елена Гальперина, Николай Якулев, Республика.